ребят всем привет валентин заехал в гости в кадр он не захотел нарисоваться потому как у него небольшой флюс он будет не фотогееничен то есть с таким флюсом типа в кадр не полезу привез мне видео дал им карточку на которую я тоже зарплату получаю сейчас 500 рублей вот от этого человека перевод 500 рублей вот василий владимир с деду валентину также валентин привез мне вот таких трубочек ему надо сделать заход плавный под шланчик и также несколько полосочек нарезать мне тут упрекали то что я валентину ничего не точу имеет токарный станок он у меня маленькие ребята он какой-то ереванский также спрашивали как вариатор устроена чего он не знаю чего он от какой-то импортной техники потому что там на нем что-то шильдик был с иностранными похоже что немецкими названиями вариатор ленивец то есть мотор опускаю вариатор шкив расширяется оборот увеличивается дальше идет привод на сам станок и туда вверх такой вот классно было бы конечно частотный преобразователь поставить был вообще прекрасно чтобы можно было плавно регулировать обороты вращения патрона тут две скорости один к одному один к 8 поэтому с вариатором поудобнее немножко ну что буду точить визит с китайский все тот же самый на алиэкспресс который брал торцанем немножко Оборотов многовато. Меньше уже поставить никак не получится. Это заход будет, а дальше надо проточить три канавочки. Не принципиально, в каком месте они будут опущены. Просто давление тут небольшое, чтобы шланг не слить я вообще. Все. Искры падают на ноги. Искры падают на ноги. Я не токарь, я только учусь. Точу для себя, для друзей. То есть, вот такую хреновину у меня заказал Валентин. Какая-то труба бракованная, блин. С таким, с канавочкой. Интересно. Это не есть хорошо. Придется еще на силикон сажать. Как-то так я буду продолжать. У меня их еще тут 6 штук осталось. Я думаю, вам это не интересно. Так, что это у нас все перевели? Что это за клей? Клей. Так, итальянская. Консолидирующая смола против влаги. Укрепляющая смола для цементных стяжек. Так, ну это жидкое, похоже как жидкое стекло. Но отрава воняет страх. Так, вот весь день точили. Подгоняли ось в ступицу под подшипники. Весь день мы мучились. Сделали скользящую, как положено. Плянец приварили. Вот, потом кольцо. Замок масляный. Блин, где он есть? Бардак. Когда что делаешь, тут не до... Порядка. Вот такое кольцо. Вот, оно будет сюда вставлено, приваренное. Заходите. Я еще раз потом покажу, как все сделаем. Вот. Вот так-то. Все крутится, все вертится. Вот, вот такой вот у меня агрегат. Прям крутится легко, хорошо. О, ребят. Смотрите. Получается у меня. Вот, какие биения у меня тут. Вот. Так что, посмотрим, какое биение. Маленькое очень биение, 2-3 миллиметра может. Вот. Так что, придумал я. Завьялов, привет. Придумал я, как сделать мне упор, который ты мне советовал. Упор. Вот сюда я кольцо выточу и приварю ее к диску. И она будет впритык садиться со флян. Флянь сходить в нее. Внутрь. Вот это кольца сюда. Вот это я сделаю. Я согласен с твоим замечанием. Да, здесь нагрузка на это сильные будут. И болты эти не поможут. Шпильки. Вот, короткое видео. Просто не утерпел прикрутить временно. Просто не могу дождаться этого момента. Вот, прихватил немножечко тут. И такие дела. Очень нравится. Вот. Здесь будут подшипники под подкачку. 50 на 65 диаметром и 7 миллиметров толщиной. Наверное, такие я закажу. Вот. Что еще? Что еще? Что еще? Все нормально. Еще вот один вопрос. Все делают вот здесь. Делают такие вот, как и раскосы, подкосы. Забыл как называется. А почему не делаю вот этот здесь? Здесь нагрузка на этот стакан. Я думаю, одна сварка тут не выдержит. Может тут тоже надо косынки делать? Как вы думаете, ребят, подскажите. Косынки нужны здесь? А то на одном металле держаться. Везде ход будет. Что-то не внушает доверия. Так. Ну все. Все отлично получается. Токарь доделает мне. Долго, конечно. Стоял я весь день с ним. Смотрел. Очень это нудно, нудно. Вроде что там выточить? Жиг-жиг и все. Нет, ребят. Ищите токаря хорошего. Вот. Без этого не сделайте, наверное, хорошей ходовую часть. Ну все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok